Стартовый городок у нас на экране, мы видим идет разминка, участники сильнейшей группы Алексис Пентуро у вас на экранах. Ну а сейчас, друзья, наша уже постоянная и мы думаем очень интересная графика для вас. Представляем чемпионов предыдущих лет и, пожалуй, фаворитов сегодняшнего дня. Ну, действующий чемпион у нас Тед Лигити, уникальный человек, единственный, кто смог три подряд чемпионата мира в гигантском слаломе выиграть. Это, конечно, фантастика и очень жаль, очень жаль, что сегодня его нет в Сан-Форице и не сможет он защищать свой титул. Мог бы и за четвертый подряд побороться, наверное. Вот, кстати, графика, друзья, посмотрите. Три последних чемпионата выигрывал гигант Лигити, перед ним Карло Янко, в 2007 Акселун Свиндол, но еще раньше, начиная с 97-го года, Михаил фон Грюнген, Кьюз. Дважды фон Грюнген мы увидим в седьмом и в первом. Ну а в третьем году здесь, в Сан-Форице, победил Бодемиллер. Еще раз графика в исполнении Теда. Ну а сейчас те люди, кто больше всех выигрывал золото в этой дисциплине, видите, опять же, ну, само собой, Лигити, Зайлер, Стейнмарк, Тёни. Ну, в общем-то, все звезды абсолютно хорошо известны любителям гранализного спорта. Что мы думаем по боду фаворитов? Ну, конечно, все те же Пентуро, у него три победы, и Хиршер, у которого шесть подиумов в шести гонках. А вот это уже статистика сравнения, видите, сравнения результатов Пентуро и Хиршера. Ну, еще раз повторюсь, друзья, конечно, это не стопроцентный факт, что именно только эти два спортсмена будут сегодня соревноваться за золото. Вполне может и Фавор, и Кристоферсон, да даже и Шорхофр, почему бы и нет, да? Ребята тоже очень сильные. Мы видим, вот, завершать первую группу под пятнадцатым номером будет Джастин Муресье. И дальше уже по рейтингу тут и Мельк, и Янка, и Килде сегодня. Кстати, опять мы не увидим Кьетеля Янсруда. Ну, вот, мы помним, после скоростных дисциплин он отказался от дальнейшего участия Янсруда, что, в общем-то, не так уж и удивительно. Марсель Хиршер, это у нас на экране, у него шестой нагрудный номер, вы видите. Феликс Норойтер, вы знаете, уже приятно то, что он на старте сегодня, опять же, если оценивать те сообщения, которые мы имели последние два дня. Посмотрим, как еще, насколько здоровье. Посмотрит Норойтеру сегодня хорошо выступить. Ну, и всего, друзья, сто шесть участников. В сегодняшнем слала гиганте на чемпионате мира, это, конечно, тоже огромное, конечно, число. Итак, уважаемые телезрители, очередной день чемпионата мира у горнолыжников в Санкт-Мореце и очередная дисциплина сегодня гигантский слалом. У мужчины первым на трассу уходит француз Виктор Муфа Жанде. Виктор пока в этом сезоне, в общем-то, не проявил себя, надо говорить прямо об этом. И, может быть, даже хорошо, что вот у него первый номер, как-то не надо ему будет переживать в очередной раз, что-то отслеживать. Вот сразу же в боль. Ну, а остальные фавориты могут посмотреть, как идет сатраса сегодняшняя. Кстати, вот эту первую попытку поставил тренер французской команды Перин. Погодные условия чуть-чуть стало похолоднее. Это очень здорово, друзья, потому что мы видели, последние дни было жарковато, и трасса уже так становилась немножко даже мягкой. Вот сегодня минус два пока, по крайней мере. И, как я сказал, уже переменная облачность. Может быть, видимость не такая хорошая, но хотя нет, день ясный. Временами даже будет солнце, я думаю, появляться. 1.07.88 в исполнении Виктора. Ну, трудно, конечно, сразу оценить. Видим, что трасса непростая, особенно вот эти переходы. И тут после траверса вот это место мы видели и вчера в соревнованиях женских. Примерно такая же комбинация тут была с разгоном и подснос поперек. Ну, так, в общем-то, на четверочку, мне кажется, Муфа Женде справился. Ну, что же, Феликс Нурройтер. А я напомню, друзья, если вот мы, как правило, применяем такой термин, как большие горнолыжные страны, ну, то есть страны, которые, как правило, имеют большие команды и наибольших успехов добиваются. Так вот, из этих всех стран только у немцев. У немцев до сих пор нет ни одной медали на чемпионате. Пока. Естественно, у нас чемпионат сегодня, конечно, не заканчивается, но гонок становится все меньше и меньше. Сегодня уже девятый комплект медали будет разыгран. Всего одиннадцать, вы прекрасно знаете. Останется только специальный слава в исполнении мужчин и женщин в субботу и воскресенье. И шансы, ну, я бы не сказал, что шансы у немцев высоки. Ну, вот только если Нойройтера надеяться. Хотя в гиганте, вы знаете, очень хорош был Стефан Луц на последних этапах. Так что нельзя сказать, что Нойройтер в одиночестве. 0,64 отставание Нойройтера. Ну, посмотрите, как-то вот никаких даже особых эмоций у Феликса мы не видим. Наверное, все-таки беспокоит, да, его беспокоит, конечно. Повреждение спины. Вообще, это у него очень старая травма. Не знаю, может быть, действительно не надо было в параллельном. Там и трамплинчик есть. И вот Фелик сам говорил здесь, что именно на приземлении с трамплина в параллельных соревнованиях командных он почувствовал опять боль в спине. Может быть, действительно имело смысл в параллельном не принимать участие. Мэтью Фавр единственный, кто в этом сезоне, кроме Пентуро или Хиршера, смог выиграть гигантский слалом по программе Кубка Мира. Ну, вы, конечно, скажете, что есть еще Сиприен Саразин, француз, который выиграл параллельный гигант в Альтабаде. Ну, мы как-то сразу говорили, что параллельно он все-таки особняком стоит. Это другое немножко... Нельзя его так вот равнять, мне кажется, с классикой, с гигантской. Кстати, Саразин, вот тот самый, который выиграл параллельный гигант, он не попал в состав даже у французов, и он сегодня стартовать-то не будет. У французов состав такой. Муфа, Жанде мы видели, Фавр, ну, само собой, Пентуро и Меселье четвертый. Фавр проводит, безусловно, лучший сезон. Я уже сказал, что и победа у него. Да и по сумме очков он только Хиршеру и Пентуро уступает. В общем-то, показатель очень высокий. И мы видим, что, конечно, и товарища по команде, он, смотрите, на каждом отрезке обыгрывает, причем обыгрывает очень уверенно, Мэтью Фавр. Да, лучший результат. Ожидаемо лучший результат показывает Фавр на данный момент. Старт в интервал 2 минуты сейчас, когда особенно сильнейшая группа стартует. Да и вся пятнашка, наверное, с таким интервалом пойдет. Это понятно для лучшего показа, для повторов. Такой интервал очень удобен и для телевидения, конечно, в том числе. Последняя информация, свежая информация. Видите, по рации передают тренеры австрийской команды, на что обратить внимание. Материал уже есть, уже три участника прошли. Уже можно траекторию даже корректировать. Ну, конечно, если в этом есть нужда какая-то. Мы видели, что Хиршер слушает все это. Ну, а стартует Хенри Кристоферсон. Очень интересно, конечно, в том числе и выступление Кристоферсона, друзья, согласитесь. Ну, про слалом мы не говорим. Там он очень силен и в прошлом году, само собой, и в этом. А вот гигант пока, пока отстающая получилась дисциплина у Кристоферсона. Хотя, друзья, ну что значит отстающая? Не настолько, конечно. Четвертый он в зачете Кубка Мира. Уровень по-прежнему, конечно, высочайший. У Кристоферсона... Кстати, у нас было интервью вот недавно с Ласси Кьюсом. В прошлом великим, конечно, горнолыжником. И так оценивал он Кристоферсон и шансы в гиганте. Но вот он, кстати, сказал, что все зависит будет от того, насколько жесткая будет трасса. Опа! Лучший результат. Ну что ж, в порядке Кристоферсон сегодня, вполне в порядке. Вы знаете, вот по поводу трассы и по поводу погоды, конечно, многие высказывали такие немножко опасения. Но мы с вами действительно видели, что и в соревнованиях комбинаций, согласитесь, много решило то, что трасса была мягкая, то, что она разбивалась. Ну, не хочу сказать, что вчера что-то такое мы могли бы отметить. Вчера все-таки в женских соревнованиях гигантий все было так более-менее регулярно. Но вот все равно, конечно, хотелось бы, чтобы условия более-менее равные были для всех. Готовятся, готовятся основные. Друг за другом будут стартовать и Хирчерд, и Пентуро. Ну а пока Филипп Шерхофер. Шерхофер тоже в этом сезоне очень здорово смотрится. Один из самых опытных людей вообще в Кубке. 33 года. Ну, вы знаете, вот что касается Шерхофера, про него можно сказать, что человек просто не реализует то, что иногда у него здорово получается. Мы видели и лидерство на некоторых этапах его исполнения. В общем-то, ну, всего один перестал получился в нынешнем сезоне в Адельбодене третье место у Шерхофера. А могло бы быть, конечно, даже чуть-чуточку побольше и получше. Ну, самый-то главный старт получает чемпионат мира все-таки для него тоже. Отстает, но совсем немного. Отстает немного. Мы видим по темпу Филипп Шерхофер. Вот так вот, друзья. Филипп Шерхофер-то лучший на данный момент показывает результат, обходя и в том числе и Кристоферсона на 22 сотки. Ну, еще раз повторяюсь, друзья, вот любой человек в сильнейшей группе, в первой семерке, нас это, в принципе, удивлять не должно. Потому что это люди, которые уже давно себя проявили. И тут разница, может быть, в одну и в другую сторону совершенно однозначно. Да, надо уступить место теперь Кристоферсону. Ну, а сейчас, пожалуй, два главных фаворита. Чем они ответят? Первый Марсель Хиршер. За ним пойдет Пинтеро. Агрессивное начало, как обычно это, в общем-то, бывает у Киршера. Ну, вот здесь, вот эта средняя часть, посмотрите, она, конечно, не ритмичная, да? Ну, тут, во-первых, рельеф такой сложный, вот эти перепады частые. И тут два виража под снос, очень достаточно таких опасных. Вот, наверное, главная трудность, мне кажется, на этой трассе, то, что она, в общем-то, такая рельефная. И так очень трудно ритм поддерживать. Постоянно надо менять траекторию. Ну, надеюсь, такие люди, как Хиршер, они и трассу запоминают наверняка наизусть. Но, тем не менее, не так все просто. По всем, по всем отрезках мы видим, что Хиршер идет быстрее всех. Ну, и финишное время, наверное, должно быть тоже. 26. 26 сотых выигрывает он у своего товарища по команде, друзья. Ну, согласитесь, преимущество, но он не такое великое. Невеликое преимущество в 26 сотых. Все очень достаточно плотно пока складывается. Ну, что, вот этот сбой, вот этот маленький сбой, как нам его расценивать? Ошибка или нет? Здесь трудно удерживаться под снос. Центробежные силы, видите, как действуют? Выбрасывают из тебя из виража, но, мы видим, заложился прекрасно Хиршер. Ну, а сейчас Пинтуро. Бронзовый призер, в том числе и Олимпиады последний. Алексис Пинтуро. Три победы в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира. Мы с вами видели. Начало чуть-чуть помедленнее. Первый отрезок чуть-чуть помедленнее, чем у Хиршера. И вот самая ответственная, самая трудная часть дистанции, пожалуй, это, конечно, середина здесь на трассе Корвилия-Сувретта. Вот так швейцарцы называют трассу гигантского слалома. Тридцать пять сотых отставания. Хороший темп тут был. Все в порядке. Вроде был Пинтуро, но немножечко он все по-прежнему отстает. Да. И до финиша то же самое осталось, друзья. Ну, вы видите, что тридцать пять сотых – это не второе, это третий результат. Да, то есть он Ширхофру то тоже уступил. Какие прекрасные здесь дают нам повторы замедленные. Ну, половина дела, можно сказать, так сделана для Пинтуро. Сам он может быть, а потом и с нами поделится. Но тут такие плотные результаты, что трудно было, конечно, визуально нам оценить. Матс Олсен. Ни много ни мало второе место на этапе в гармише, то есть на последнем из проведенных перед чемпионатом мира соревнований. И, в общем-то, конечно, Олсена мы должны рассматривать, как одного из претендентов на высокое место, безусловно. Эх, тут на крутом не смог. Вот на выходе из виража мы видели, да, так трудно было переложиться. Ну, пологие-то участки, конечно, работают все просто максимально быстро. Мы видим эти ребята. Ну, хорошо, что разнообразный рельеф на этой трассе. Все-таки несколько волн, постоянно все меняется. Ну, конечно, вот такой рельеф, он усложняет трассу, само собой. Четвертый, приличный, очень результат, друзья. Очень приличный результат опять у Олсена. Четыре сутки он проиграл в Пентуро. То есть, ну, почти одинаково. Вот и завязывается борьба. Завязывается очень плотная борьба. Хиршер лидер. Естественно, ему придется вот на этой лидерской позиции находиться, как положено, в общем, по правилам соревнований. Ну, а сейчас еще один ветеран. Флориан Айзат из итальянской команды. Друзья, ну, что касается итальянцев. У них тоже есть и потери, конечно. Люко де Алипрандини, один из сильнейших итальянцев. К сожалению, травмирован и не выступает. Поэтому состав итальянцев я вам сейчас назову. Флориан Айзат, он на трассе. Манфред Мельк, Рикардо Танетти. И кто четвертый? Четвертый молодой парень Симон Маурбергер. Вот видите, как итальянцы молодого все-таки поставили. Ну, правда, у него достаточно далекий номер, 35-й. Но вот такой выбор. Айзату тоже 33 года. Ну, они ровесники с Норройтером 84-го года, как и Стив Меселье. Это вот троица таких достаточно опытных. Хотя есть человек, кто и постарше. Взять того же Мюрера. Тот еще много старше. Одна секунда отставания Флориана Айзата. Ну, посмотрите, насколько все плотно, да? Ну, единственный, кто у нас много проиграл, вот из всех стартовавших, единственный, пожалуй, это Феликс Норройтер. Ну, я думаю, тут мы точно можем делать скидку на его травму. Наверняка он 100% на уколах выступает. И такая достаточно неприятная, конечно, ситуация. Ну, еще раз повторюсь. Вполне может быть очень хороший результат у еще одного немца, у Стефана Луцца. Он буквально через несколько номеров будет выступать. Андрей Мюрер, следующий у нас участник, второй уже швед. Друзья, вот согласитесь, нам сейчас коротко показали Хиршера, вот на лидирующей позиции. Он уже давненько-то финишировал, а до сих пор мы видели дыхание такое тяжелое, да? Как выложился на первой трассе еще одно доказательство, что трассы здесь, на чемпионате мира, они не самые длинные, да? Вот по времени прохождения мы знаем, что на одну двадцать, там, одна ноль шесть. Но, тем не менее, сил приходится затрачивать очень много. У шведов, как и у итальянцев, тоже всего лишь одна медаль, завоеванная в командных соревнованиях, здесь на чемпионате, и пока все. Ой-ой-ой, а у Мюррера совсем дела сегодня не заладились. Вот это Олсен, кстати, вот нечасто мы видим его крупным планом. Мац Олсен, который идет на высокой четвертой позиции, а вот видите, у Мюррера и ошибки тут были, да и вообще, ну вот эта ошибка одна тянет на полсекунды, а вообще сам темп прохождения был намного слабее. Ну, давайте не забывать, что у Мюрера-то он все-таки после травмы приехал на чемпионат, он даже и последние перед чемпионатом этапы не выступал. В параллельном смотрелся здорово, и как-то мы сделали сразу вывод, что все, ну, видимо, не все в порядке. У Мюрера все-таки немножко подрастерял, конечно, свое качество, свою форму. Занкранец. Которого ти намазы не удержалось. Ну, это, конечно, комплимент, в первую очередь, потому что тоже славенец, замкранец. Ну, а почему бы нет? Может быть, и тоже себя проявит. Ну, вот, многовато. Единственное, что много... Опа! Друзья, а вот первая неудача у нас. Мы видим, и экранец как-то вот... Так, слишком самоуверенно, я бы сказал. Атаковал на крутом, и вот видим, что из этого получилось. Ну, такое, можно сказать, и падение. Ну, фактически падение, да? Как вот этот момент еще оценить? Правда, тут скачил сразу на лыжи, но уже поздно, поздно. И в «Гиганте» тоже все быстро происходит. Ну, что же, это Мэтью Фавор у нас на экране со своим интервью. Я чувствую себя очень хорошо. Очень лыжи, снег чувствую вполне нормально. Ну, и мне, конечно, я посмотрел, снег, все в порядке. Главное, настроиться сейчас... Да, еще раз подтвердил нам эти фаворы, я, говорит, готов. Постараюсь вторую попытку пройти получше. Я напомню, что француз пока на шестой позиции, но его отставание не назовешь катастрофическим. 78 соток от лидера, а от третьего места, ну, там совсем немного. Поэтому, конечно, есть шанс, шанс за медали бороться у него в том числе. Ну, а вот как раз и Стефан Луц. Стефан Луц из команды Германии. И у него тоже, как и у Отсона, великолепный получился этап. Именно последний перед чемпионатом, именно в Гармише. А в Гармише мы с вами видели, друзья, там были экстремальные условия. Очень трудная трасса, ледяная. Даже не вся ледяная, там разное покрытие было снежное. Ну, в общем, действительно экстремально. Здесь более такое, однозначно ровное покрытие по сравнению с Гармишем. Но, с другой стороны, конечно, все трассы разные. Какие-то, может быть, немножко похожи, но... К любой трассе, я бы так сказал, свой ключик нужен. И тут определить, ну, практически невозможно. Кому подходит идеально сегодня все, кому-то есть определенные трудности. Ну, я считаю, вот из-за рельефа это вполне может быть тоже. Вот, видите, не получается слитных движений. Два-три виража отличных, потом идет сбой. Небольшой, но сбой у Луца. И вот накопилось, видите, аж более секунды на девятое только лишь место у Стефана Луца. Да, и вот тут мы видим такие моменты, ну, совсем не уверенно, уж не говорю об этой ошибке. Карло Янко у вас на экранах моделирует трассу, вспоминает расстановку ворот. Вот наверняка Карло Янко ему стартовать под 17-м номером. Ну, а пока у нас под 13-м. Лайф Кристиан Хауган из норвежской команды. У норвежцев Кристоферсон, само собой, мы его видели. Хауган, еще Александр Муткилде, ну, как же без него. И Бьорнер Неттеланд. Вот такой состав норвежской команды сегодня. Ну, само собой, нет Свинделла, я уже говорил, это уже, говорится, не новость. Ну, и нет Янсруда тоже на соревнованиях по гиганту. Ну, Янсруд наверняка сосредоточился уже, конечно, на скоростных. Сосредоточился на том, чтобы побороться за малые Кубки мира. Там у него великолепные шансы. И, наверное, Вика для себя сделал вывод, что гигант не настолько готов, чтобы за высокое место бороться. Ну, а вот о Хауган-то, в свою очередь, именно в гиганте в этом году очень прилично смотрится. Некоторые этапы особенно. Вот так вот. Шестой результат. Шестой результат с шансами на медаль. И это неудивительно, друзья. Еще раз повторюсь. Хауган достаточно стабилен, в том числе, в этом сезоне. Ну, я вот смотрю, ну, почти все этапы в десятке. Четвертый. Лучший результат у Хаугана. Четвертое место на этапе в Альтобаде. Правда, это было параллельно. Но параллельно мы не берем. Как бы немножко он все-таки стороной. В стороне так параллельный по специфически слишком этап. Ну, а у нас Мануэль Феллер. Друзья, ну вот, когда Феллер выходит на трассу, я как-то сразу даже, честно говоря, так... Настороженность такая появляется. Уж столько он тут натворил. Не только здесь, я имею в виду, в этом сезоне столько у него было сходов. Ну, было несколько неплохих заездов у Феллера. Но в основном что-нибудь у него да происходит. Мы видели и падение здесь уже, в командных соревнованиях там он такое падение учудил. Так что его выступление всегда это какой-то сюрприз. Вот смотрите, как его мотает, да? Ну, вот так... Настолько необычная техника. Такое впечатление, что он все время выкручивается, да? Сам себе создает проблемы и потом их решает. Мануэль Феллер. Секунду в результате уже проиграл на отрезке. Вот и две, да. Но для гиганта это не тот вариант. Посмотрите, да, насколько... Ну, вроде бы атакует, но нервожно, слитные дуги не получается. Как правило, это двойные такие виражи. То есть атаки много, активности много. А чистоты ведения, ну, просто никакой не получается. Просто никакой. Ну, он должен понимать, и тренеры, конечно, я думаю, тоже прекрасно понимают, что... Тут достаточно все понятно. Шур-Хоффер, Шур-Хоффер у нас на экране. Да, ну, два раза... Мы видели уже в сезоне такие ситуации, и, к сожалению, они заканчивались не самым лучшим образом. Так что... Но первая попытка получилась классная, так что все увидим во второй. Джастин Мурисье, следующая команда Швейцарии, естественно. Ну, швейцарцев такой состав сегодня. Джастин Мурисье, Карло Янко, нам его уже показали крупным планом. Джино Ковидзель и Люк Мэйяр. Такая четверочка. Ну, ребята, такого хорошего, крепкого уровня, не более того. Конечно, предположить то, что один из швейцарцев будет за золото бороться, ну, я думаю, это, наверное, маловероятно. Но за одну из высоких позиций может быть. Я напомню, что швейцарцы, являясь хозяевами чемпионата мира, они и в медальном зачете удерживают лидерство. Уже шесть медалей на этом чемпионате у команды Швейцарии. Три золота, серебро и две бронзы. Ну, и Мурисье достаточно квалифицированная попытка, согласитесь, да? Чуть более секунды он проиграл. Главное. Русские. Хоккей. Санкт-Морец. Итак, в гигантском славе мы сегодня на чемпионате мира. Продолжается первая попытка. Сильнейшая группа по рейтингу отстартовала. И, как мы ожидали, друзья, сложилась очень плотная, очень плотная борьба. Хиршер первый, Шурхопер второй, Пентуро третий. И вот, кстати, Алексес, ну, какие впечатления? Какие впечатления от первой попытки? Ну, в принципе, все хорошо идет. Я доволен тем, как все происходит. Да, более агрессивно, более резко старался проходить виражи, говорит Алексес. И можно кое-какие коррективы унести. И он считает, Алексес, что он показал неплохой результат. Ну, вот видите, молодец, да? Ну, он действительно проиграл 35 сотых Хиршеру. Оба эти спортсмена, ну, так прекрасно друга знают, знают силу. И поэтому мы видим, что настроение очень хорошее у Алексеса. И наверняка еще и прибавит на второй попытке. Почему бы и нет? Ну, а у нас продолжается соревнование. Уже 16-й номер. Это Манфред Мельк, ветеран итальянской команды. Сестра заняла вчера шестое место. Но Манфреду надо не уступать. Сестричке за шестерочку бы тоже побороться. Но вот не так-то это просто, да? При такой жесткой конкуренции мы видим, лишь 12-й пока результат показывает Манфред. Но это Феллер мы видели со своими кудряшками. Тут раздевается, переодевается на финише. Очень слабый результат получился у Мануэля Феллера. Ну, а сейчас Карло Янко. Олимпийский чемпион Ванкувера еще, друзья. Ну, прошло 7 лет, согласитесь, да? Срок, конечно, очень большой. В 2010 году выиграл он Олимпиаду. Именно в этой дисциплине тогда, конечно, это было очень неожиданно. Тем более, он, ну, в общем-то, 22 года, по-моему, на момент Олимпиады ему всего было. И это, конечно, был тогда очень такой неожиданно классный результат у швейцарцев. Потом в этом же году и Кубок Мира в общем зачете Карло выиграл. Сейчас ему трюров 30 лет. И вроде бы восстановился после всяких там болячек, которых у него было тоже очень много. Ну, видите, ну, уровень такой вот средний. Средний пока уровень гигантий у Карла Янко. Он и в Кубке Мира-то идет лишь на 15-й позиции по сумме всех очков. Так что вот это место, на данный момент 12-е, ну, наверное, как раз его уровень. Не удается какую-то вот такую планочку перейти на более высокую категорию Карло. Пока, по крайней мере. Ну, а сейчас посмотрим, может быть, Александр Амод Килде преподнесет какой-то сюрприз. В принципе, его, конечно, никто не рассматривает в гигантиках фаворита. Но мы знаем, что Килде как раз из тех спортсменов, которые способны на серьезные сюрпризы. Старт-то у него, ну, зачастую, зачастую Килде очень мощный, очень взрывной парень. И поэтому старт у него всегда один из лучших. Но вот видите, а вот трасса оказалась немножко не по зубам. Ну, активно шел, атаковал. Между прочим, у него, друзья, по отрезкам первый отрезок лучше, потом пятый, а вот девятый на третий и тут же он сошел. То есть, в принципе, мог пройти на хорошее время. Но, опять же, друзья, могут очень многие. Надо только это исполнить, притворить жизнь, как говорится. Стив Меселье. Ну, мы говорили, у Карла Янка золото в 2010 году. А у Меселье серебро в этой дисциплине тоже на Олимпиаде, только не в 2010, а вот на последней, на Сочинской Олимпиаде. Мы видели, Стив Меселье показал лучший в карьере результат. Серебро Олимпиады, это, конечно, дорогого стоит. Ну, а вот тоже, как это, к сожалению, часто бывает после Олимпиады, вообще в тень ушел, тоже не обошелся без травм, растерял все рейтинги. И вот только в этом году стал так потихонечку восстанавливаться. Вы знаете, интересно, у него четыре подряд этапа Кубка мира в этом году он занимал 12 место. Вот представляете, надо же умудриться, да, не 11-е, не 15-е, а вот 12-е, четыре этапа подряд был Стив Меселье. Да, 15-й результат. Ну, вот опять же, да, видите, как вот сегодня соревнование, ну, наверное, так будем считать. А, ну, пока давайте у нас Кристоферсон появился. Пока идет на пятом месте Кристоферсон. Да, были ошибки, конечно, были ошибки у меня на первой трассе. И поэтому, в общем-то, все понятно. Да, видите, ну, так самокритичен, молодец Кристоферсон сказал. Я точно знаю, что я ошибся на первой трассе, и надо учесть все это, и подкорректироваться на вторую попытку. Но я еще раз напомню, Кристоферсон тоже по-прежнему 100% кандидат на медаль. Он на пятом месте с небольшим отставанием. Так что Кристоферсон тоже будет бороться на всю катушку. Тут даже сомнений никаких нет. Но у нас на трассе Филипп Зубчич. Кстати, друзья, вот видите, как гонка ускорилась, не удивляйтесь. Интервал уменьшили. Уже минута 15. То есть только финиширует. Учитывая время прохождения 1.07, 1.08. Только один финиширует. Сразу следующий стартует. И мы видим, что Хорват Зубчич показывает приличный результат. Посмотрите. Восьмое место. Меньше секунды. Тоже в борьбе. И он уступает даже самому Фавру всего лишь несколько сотых. Молодец. Молодец. Зубчич. То есть у нас уплотняется. Уплотняется результат и повышается конкуренция. Еще один итальянец. Рикардо Тонетти. 21 номер. Я уже говорил, друзья, что 106 человек участвует. Ну, я думаю, уже не первый чемпионат мира. Вы знаете правила. Я просто напомню, что в связи с тем, что подается заявок, друзья, чуть ли не 200 заявок в мужских соревнованиях. Поэтому уже давно отборочные соревнования. Мы в начале трансляции говорили. Специальные отборочные соревнования вчера проходили. Правила такие. 50 спортсменов по рейтингу проходят сразу, напрямую. А еще 50 отбираются в отборочных соревнованиях. Вот они вчера прошли. И вот в результате в протоколе у нас 106 спортсменов оказалось. И мы видим еще одно восьмое место. Вернее, Зубчича обходит Тонетти. Ну, Тонетти опытный человек. И вообще, когда итальянская команда, мы говорим, хоть мужская, хоть женская, то место в десятке это не сюрприз. И я вот про того же Тонетти не скажу, что это что-то такое из ряда вон выходящее. Спортсмен давно нам известный, квалифицированный. Стартует у нас очередной австрийц. Это Ролард Лянчингер. А я просто закончу мысль. Вот 50 спортсменов добавилось. 50 прошли напрямую в сегодняшние соревнования. И просто еще отмечу, что сумасшедшее представительство. 60 стран, друзья. Только в сегодняшней гонке. Только в сегодняшней гонке 60 стран. Все континенты представлены. И я не могу, конечно, перечислить всех. Сами понимаете, это потребило слишком много времени. Ну, вот отмечу россиян. Трое сегодня у россиян спортсменов. Трихичев 31-й, Андриенко 38-й, Ефимов. Семен, вот, кстати, через квалификацию прошел. У него 51-й номер. Ну, а у нас еще лучше и лучше. Посмотрите, ребята, уже из третьего десятка. Лайтингер шестой результат показывает. И тоже я не скажу, что это что-то такое сверхъестественное. Лайтингер давно себя зарекомендовал. Еще и в прошлом сезоне мы отмечали. Но единственное, конечно, надо говорить справедливо, что единичные. Вот так вот стабильности нет. Но единичные прорывы, конечно. Вот главный тренер австрийской команды доволен, конечно, еще бы. У австрийцев сейчас на данный момент, друзья, первое, второе и шестое места. Поэтому вот эта широкая улыбка главного тренера, она, конечно, абсолютно понятна. Трансляция, друзья, вот посмотрите, опять море вот это швейцарских флагов на трибунах. Ну и плюс к тому, сейчас на старт выходит спортсмен, представляющий швейцарию. Швейцарию, ну а у нас на экране Норойтер. Ну, в общем, говорит, что я не могу сейчас сбрасывать на... У меня есть повреждения, да, спины, но... И вот немножко мне не понравилось во время соревнований то, что видимость была не очень хорошая. Вот отмечает, видите, Норойтер. Мы тоже отмечали, что день такой, в общем-то, вот посмотрите, с этой панорамы хорошо видно. Погода такая вполне хорошая, но облачка иногда, конечно, такую чень создают. И, ну, знаете, вот приятно, что Норойтер, будучи даже травмированным, он не ставит во главу угла. Это никогда не пытается вот так, чтобы лишний раз его там пожалели, что-то ему там скидку сделали. Молодец. Настоящий профессионал. Джину Ковидзель. Очень агрессивно пошел со старта, мы видим, швейцарский спортсмен. Кстати, друзья, у нас ведь есть призер уже чемпионата под такой фамилией Мауру Ковидзель. Вы не путайте, это два разных человека, два брата. Джину и Мауру. Представляющий Ленсер Хайде Джина Ковидзель, но его результат, конечно, таким уж успешным не назовешь. Пока Янко и Ковидзель мы видим на 15-16 позиции у швейцарцев. АПЛОДИСМЕНТЫ Томми Форд. Следующий у нас представитель команды США. Ну вот видите, что значит нет Теда Лигити. Да, и команда уже смотрится совсем по-другому. Вот все спортсмены команды США, четверо тоже представляют сегодня. Они и в третьем, и в четвертом десятке стартуют. И вот мы видим, первый уже сошел, это Томми Форд. В 24-й есть еще Тим Житлов, Дэвид Чудинский и Кокран Зигле. Вот такова четверка команды США. Ну еще раз повторюсь, без Теда Лигити, конечно, шансов каких-то особо не просматривается. Я думаю, у американцев... А вот канадец Эрик Рид. Знаете, если вот будет премия открытия сезона, то Эрик Рид, мне кажется, один из претендентов на то, чтобы вот такую премию получить. Согласитесь, в прошлом году мы еще особо и имени этого не знали, а в этом году уже, уже так, несколько раз засветился. Канадец очень на хороших позициях. Дважды в десятку попадал, и... Вальдезере, правда, это было. Вот, вы знаете, странно, да? Вот как будто два старта Вальдезере, и именно там канадец отличился. Почему на других этапах нет, ну это тоже немножко загадка. Но он еще и с Лалом ходит очень прилично. Я уже не раз рассказывал, что папа у него многократные чемпионы, победитель Кубка мира. Этапов Кубка мира Эрик Рид. Кен Рид, папа, естественно, Эрик сын. Ну и ему 25 лет. Насколько спокойно, посмотрите, да, вот на финише такая манера интересная. Он такой финиш, что даже не ускорялся. Сосредоточился на том, чтобы просто чисто скользили лыжи. Но сегодня не в лидерах, конечно. Сегодня канадцы не очень хорошо получаются. Ну а сейчас еще один представитель команды США Тим Джитлов. Знаете, он тоже, вот как и Лигити, мы помните, да, пропускал январь. Ну, Лигити говорил нам в интервью, что ему просто обязательно нужно подлечиться. Проблемы со спиной тоже и так далее. Но он готовится к чемпионату мира. Но вот видите, не смог подлечиться. И то же самое проблема была и у Джитлова. Джитлов, в отличие от Лигити, мы видим, сюда приехал. Но неудача у него прям в начале дистанции сегодня. Да, команда США, конечно, выглядит слабовато, надо прямо говорить. Два подряд спортсмена сошли. Но у американцев... Ну а сейчас четвертый уже швейцарец. Молодое дарование, как и сестра. Мелани Мияр, мы видели вчера, выглядела прилично. 18-летняя, а это 20-летний ее брат, Люк Мияр. Вот такие брат и сестра появились в основном в составе швейцарской команды. Очень молоденькие и, как все, не без оснований, твердят в один голос. Очень талантливые ребята. 96-го года рождения. Люк, ну понятно, еще даже юниорский, последний год по юниорам выступает. Ну вот только, мне кажется, такое впечатление, что именно уже к финишу приспособился, почувствовал. Снег, ритм почувствовал. Но так же, так же, как канадец. Две секунды проигрывает Мияр. Ну что, для дебюта на чемпионате мира, это нельзя сказать, что это плохое время. Кристоф Кризелл. Ну вот видите, тут разница какая, да? 20-летний швейцарец, а это 30-летний чех. Кристоф Кризелл под 28-м номером, он уже на трассе. Потом будет у нас Саму Торский, потом будет 9 Чудинский. Это я перечислил спортсменов, завершающих тридцатку первого. А по 31-м номером россиянин Павел Трихичев. Да, у Кризелла мы видим не получается на этом чемпионате. И в предыдущих мы видели, он и в комбинации выступал. Ну вот как-то все достаточно слабо. Пока идет все у Чеха. Это нам тут финиш, по-моему, да? Это уже финиш. Лайтингер у вас на экранах. Очень высокий шестой результат пока имеет австриец. Ну а это финский спортсмен Саму Торстия. Да, погода мы видим держится. Почему и о погоде, друзья? Ну тут было, у нас было сообщение, что метеорологи говорили, что небольшой снежок даже может пойти во второй половине дня. Но тут трудно сказать, да, вот так по часам. Может быть, как раз и пойдет снежок после уже завершения соревнований. Но это тогда уже, в общем-то, и не проблема. Ну тут трудно сказать, доволен или нет. Всего лишь 19-я позиция у Саму Торсти. Хотя все, что меньше двух секунд, я думаю, можно считать, что результат неплохого уровня. Все-таки здесь сильнейшие в мире соревнуются. Ржебородый парень из Финляндии. Дэвид Чудинский. Очень сильный слаломист. Ну посмотрите, Чудинский-то, да, может целую группу спортсменов обыграть, если вот такой темп удержит. Удержит до финиша, пока два спортсмена сошли с дистанции. Представители команды США. И да, вот побыстрее, чувствительно побыстрее проходит Чудинский. Но тут такая плотность. Казалось бы, 1-3 проиграл, да? А это уже 16-й результат. Да что там говорит, друзья, вот у нас и среди сильнейших Флориан Айзот, итальянец. Мы видели приличное выступление. Секунду всего проиграл, да? А представляете, секунда проигрыша, это уже не попадание в десятку. Ну вот, ну хотя мы и ожидали таких плотных результатов. Все раз повторюсь, у мужчин, ну просто сумасшедшая конкуренция. Сейчас с лалами в гиганте. Мы это постоянно с вами видим. Ну а вот результаты у вас после тридцатки стартовавшей. И вот это та самая плотность, о которой мы говорим. Ну тут и Олсен, и Кристоферсон, и даже Лайтингер, согласитесь, не потеряли надежды побороться за медаль. И даже Мэтью Фавор. Даже Мэтью Фавор, мне кажется, хотя он восьмой, но 78 сотых это вполне приемлемо. Ну дальше уже вторая тут десятка. Виктор Муфа, Жан Де, ну вот удивительно. Все время на одних и тех же позициях. И на Кубке, и на Чемпионате. Ну а сейчас, наверное, будет небольшая пауза. Как правило, после тридцатого номера. Да, судя по всему, не будет. И это даже очень хорошо, друзья. Потому что под тридцать первым номером как раз стартует первый из россиян Павел Трехичев. А вот, кстати, секундомер у нас на экране отсчитывает время до следующего участника. Ну видите, как нам настойчиво показывают вот этого молодого итальянца. 21 год всего лишь ему, Симон Маурбергер пробился в состав. В итальянской команде мы неоднократно отмечаем, да, что в итальянской команде еще в состав надо пробиться, чтобы поехать на Чемпионат мира. Ну вот, Маурбергер, наверное, заслужил. Хотя, вы знаете, я вот смотрю, его в рейтинге-то высоко нет. Но считают тренеры итальянской команды, что он готов. Итак, Павел Трехичев. Ну пока есть только 18 место в комбинации вот то, что есть у Павла на Чемпионате. Покупку, к сожалению, покупку мира в этом сезоне ничего пока не было у Павла. Это, конечно, очень нас расстраивает. Все-таки, согласитесь, наверное, справедливо мы рассчитывали, что после Хорошилова второй номер Паша у нас должен быть в команде. Но вот видите, очередная неудача, к сожалению. И начало было неуверенным, согласитесь. Вот лыжки как-то срываться начали с первых же ворот. А тут еще и прилег Павел на бок. Не складывается, не складывается. И это, конечно, действительно настораживает. Второй сезон подряд у Павла нет очков в Кубке мира. Конечно, повлияет, может, это и на рейтинг. Уже повлияло, безусловно. Единственное, что чемпионат мира – это не концовка сезона. Еще достаточно много будет стартов. Поэтому, конечно, пожелаем Трехичу удачи. Ну и следующий спортсмен, мы видим, тоже упал. Тревор Филп из канадской команды. И Эмили Пиренен. Еще один финский спортсмен. Вот посмотрите, друзья. Я еще хотел бы одну тему затронуть на примере Пиренена, вот этого финна. Ему 23 года, то есть он уже из юниоров вышел давненько. А посмотрите, насколько труден в мужских видах. Нет, в женских там все по-другому. А в мужских видах, насколько труден переход из юниоров во взрослые соревнования. Вот Пиренен в свое время, три года назад, тоже выиграл юниорский чемпионат. И казалось, ну там у него будущее такое сумасшедшее. Ничего подобного. Вот уже третий год он просто еще прорывается в мужских соревнованиях. Потихоньку, потихоньку только приближается к сильнейшим. А ему 23 года уже, в общем-то, возраст, казалось бы, такой мужской, нормальной, но нет. Вот, пока далековато. Андреас Зампан. Команда Словакии. Ну, у Андреаса уже есть медаль, мы его с этим поздравляли. В командных соревнованиях великолепно он себя проявил. Серебро впервые в жизни получили ребята. Это Словацкий, это, конечно, очень здорово для них. Может быть, даже в какой-то степени неожиданно. Ну вот, две секунды приемлемо. Приемлемо. Андреас приемлемо. По крайней мере, не худший результат. Это точно показывает Зампа. Да, и Рида, и Феллера, и Кризла он обыграл. Ну, а вот как раз Симон Маурбергер. Итальянская команда. Ну, тоже из Южного Тироля. Сами понимаете, даже по фамилии ясно. Фамилия-то, да, такая немецкая. Маурбергер. И вот, пожалуйста, в двадцаточку заезжает. Не ошиблись тренеры итальянской команды. Я уже говорил, четвертое место. Там был у них выбор. И вот поставили вот этого молодого парня. И так симпатичная попытка у него получилась. Молодец. Мельга обыграл, друзья. Вот что важно для Маурбергера. Самого опытного лидера своей команды обыграл. Бьернер Неттеланд. Норвежец. Ну, у норвежцев сейчас выглядит все более-менее неплохо. Неттеланду надо подключаться. Не получается. Норвежцев. Кристоферсон пятый. Хауген седьмой. То есть позиции для атаки у норвежцев на вторую попытку очень даже хорошие. Фил Браун. Следующий. Да, вот видите. Ну, я говорил, друзья, что сейчас минимальный интервал. Уже сделали члены жюри. Единогласно, насколько я понимаю. 40 секунд. Всего 40 секунд. Ну, это оправдано. Я говорил, 100 с лишним участников. Для того, чтобы вовремя соблюсти график проведения соревнований, надо запускать спортсменов очень быстро. Браун тоже на уровне Зампы. Проходит первую попытку. Ну, а сейчас Александр Андреенко. Андреенко посильнее Трихича выглядел. Ну, по крайней мере, один старт, который мы можем отмечить. Видно, старт был предвеликолепный для него в гармише. Мы помним Андреенко. 16 место недавно показал. Лучший в карьере результат. Желательно попадать в тридцатку, конечно бы, на первой попытке, чтобы был выгодный стартовый номер. Эх, 29-й. Вот это уже плохо. Потому что, скорее всего, выбьют. Найдутся парочку героев. Представляете, или 30-м бы, да, там, 29-м стартовать, первым, вторым. А если уже 32-й, 33-й, это, ну, без каких-то особо шансов. Жаль. Андреенко тоже. Ну, посмотрим. Еще не факт. Не факт. Это я так предположение делаю. Хотя тут есть, есть, ребята. Вот тот же Кокран Зигля, который сейчас идет, американец. Тут еще и Немет Штрассер есть. И славянцы, ребята, приличные. Вот, видите, вот уже и, пожалуйста. Уже следующий участник американский Андреенко обыгрывает. Ренгрен. Матиас Ренгрен. В общем, не очень-то нам практически неизвестная фамилия на чемпионате мира. Швед появился. На этапах Кубка как-то, по-моему, не был замечен. 29-й. И он, Андреенко. Ну, вот, видите, уже Андреенко за 30-ку выбили. И, значит, хорошего стартового номера уже не будет. А вот интересный у нас спортсмен Йохан Верду из команды Андорры, друзья. Молодой парень так здорово прогрессирует. Казалось бы, Андора, да? В общем-то, не претендовали ребята из Андорры на что-то серьезное. Ну, вот у него и рейтинг уже неплохой. Он так подтягивается все время. 21 год всего лишь. Ой-ой-ой, ну, как обидное падение. В последних воротах. Ну, надо же, рухнул, да? Молодец. Поднял руку. Показал всем болельщикам, что у него все в порядке. Спортсмен из Андорры. А что ж там произошло-то? Так, так. А, ну, он завалился, не попадал в последние ворота. Но засчитают ему результат там. По идее, правила-то он не нарушил. Снес флаг. Время будет засчитано, наверное, я думаю. 42-ое. А вот мы не успели даже и посмотреть на спортсмена из Новой Зеландии. Как он успел уже сойти с трассы. Вот такая тоже непростая была ситуация. Посмотрите. Ох, головой, что ли, во флаг. Да, прямо очками тут. Ну, как неудачно получилось для новозеландца. Вели с физи. И вот скрылся тут в снежном облаке новозеландец в полной мере скрылся. Сошел. Ну, маленькая пауза именно вот для того, чтобы поправить флаг, разрушенный предыдущими участниками. И 43-й уже готовится. Вот как раз Лину Штрассер. Ну, Штрассера, друзья, вы знаете, я не был уверен, что Штрассера поставят в гигант. Ну, я думаю, сразу поняли, почему, да, Штрассер выступает. Ну, конечно, за то ему благодарность за то, что он выиграл параллельный в Стокгольме. И вот поставили его и на гигант. Хотя у него рейтинг гигантик, конечно, слабоватый. Что там говорить. Пока слабо дела идут у немецкой команды. Ну, сможет ли Штрассер что-то сделать, но это тоже под серьезным вопросом. Посмотрим. Улуз на 14-й позиции, но Ройтер совсем далеко. Ух ты, посмотрите, какие симпатичные отрезки-то. Вот это да, Штрассер-то. На подъеме парень-то. Неужели с таким 43-м номером можно показать результат в первой пятнашке? А пока идет на пятнашку лучших. Посмотрите, Штрассер. Ну-ка. Молодец. 15-й есть. Молодец. Хороший пример, да, друзья? Хороший пример для тех, кто скептически относится, когда у спортсмена очень далекий номер. Там 45-й, допустим. Ну, все. Да не все. Вот хорошее подтверждение. Отличное подтверждение для всех. 15-й результат. Причем, друзья, вот что опять же интересно. Рядом с Луцем устроился. Устроился. Два немца теперь 14-й, 15-й. Но это уже другое дело. Это лучше. Чуть-чуть лучше. Еще один швед Якобсен. Ну, тут вот у остальных ребят, наверное, задача, конечно, попадать. Тридцатку, опять же, важно. Посмотрим. Сейчас два славянца подряд. 95-го года, молодые ребята. Друзья, и подводим итоги. Первые попытки. Я думаю, что сейчас мы увидим наших экспертов на экране. Итак, Джонатан Эндвелл и Тина Мазеев. Ну, что же, Тина... Ну, что, лидирует чемпион. Да, ну, Марсель, конечно, очень хороший. Опять атака, атака, мощная, атака сверху донизу. Ну, в общем-то, говорит, да, это типичная такая манера Марселя, атака сверху донизу. Ну, вот почему-то вспомнили соревнования в комбинации, когда второе место занял Хиршев. Ну, то, что там, конечно, повлияли погодные условия, как считает Тина. Трасса была мягкая на второй попытке. Сейчас как раз о Шархофоре зашла речь. Тина утверждает, что действительно он не первый раз уже показывает хорошие результаты. И опыт у него, конечно, тоже весьма очень огромный. Почти без ошибок отмечает Тина Маза. Ну, понятно, просто так, говорит, не бывает. Он же и в топе, в сильнейшей группе стартует. Ну, а что касается Пин Туро, то, конечно же, он тоже хорошо прошел первую попытку. И все остается в борьбе. Ну, и по Кристофорсу, пару слов мы видели. Он тоже был достаточно доволен своей попытки. Может прибавить на второй попытке. Кристофорс, он говорит Тина Маза, побороться тоже за медаль. Ну, здесь такие достаточно понятные... Понятные вещи рассказывают нам Тина Маза, что надо пройти первую попытку тоже очень здорово, чтобы вторая так же получилась. Ну, в общем-то, конечно, трудно с этими вещами поспорить. Друзья, ну и как обычно, в завершении нашей трансляции давайте самый быстрый заезд. И сегодня на чемпионате мира первая попытка и лучшее время у Марселя Хирша. Вот мы видим его на трассе. Он стартовал сегодня под шестым номером. Ну, и в своей агрессивной манере. Очень здорово, сверху донизу. В принципе, и на отрезках получились... Практически на всех отрезках лучшие результаты у Хиршера. Так что... Да, вот я открыл графику. Немножечко со старта. Вот самый первый отрезочек на 17 секунд. Было пару человек, кто его опередил. Ну, а дальше по трассе уже все отрезки первые у Марселя Хиршера. Ну, еще раз повторюсь, друзья. Вот такая классная, действительно, попытка первая. Но, конечно, еще ни о какой гарантии золотой медали тут речи нет. Потому что мы видим, при такой плотности результатов достаточно мелкую, друзья. Тут даже не надо грубо ошибаться. Даже маленькая ошибка может откинуть там на полсекунды. А полсекунды это уже не медаль. Вот в чем дело. Ну, и сейчас интересная графика, которая, я знаю, нашим телезрителям особо нравится. Посмотрите наложение проезда двух лидеров. Это Марсель Хиршер и Филипп Шурхофер. Вот так вот в графике они соревновались между собой. И для техники тоже интересно посмотреть. Ну, а сейчас Хиршер с Пентуро. Мы тоже проведем сравнение. Ну, видите, еще одно подтверждение того, что по всей трассе и по отрезкам был все время впереди Хиршер. То есть, если брать раскладку сверху донизу, так Пентуро ни разу и не приблизился. Но, опять же, какого-то катастрофического отставания явно не наблюдается, согласитесь, да? Поэтому я думаю, что Пентуро, конечно, должен дать бой на второй попытке. И мы вполне можем этого ожидать. Друзья, напоминаю, что вторая попытка, конечно же, в прямом эфире на канале Евроспорт. Она запланирована 15 часов по Москве. Но мы, вы знаете, что, как правило, мы начинаем раньше. Так что не пропускайте второй попытки. Борьба будет, конечно, еще интересней. Мне остается вам напомнить, что режиссер нашей трансляции Павел Кувшинов, комментатор Владимир Андреев. И мы, как я уже сказал, встретимся совсем скоро, во время второй нашей трансляции. А пока вот посмотрите самые лучшие моменты первой трассы, по мнению канала Евроспорт. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok